так друзья всем привет в этом видео будет обзор ванной комнаты по моему проекту по моему дизайну все что здесь сделано это сделано мной а Субтитры сделал DimaTorzok 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 значит это нужно и вот такой вот небольшой подголовник для тех кто любит поваляться в ванной но я не из таких конечно так ну ванна довольно объемная массивная то есть очень много воды можно сюда уместить глубокая высота ванна от уровня пола до края ванны где-то 65 сантиметров но соответственно понятно что очень много воды входят в эту ванну для любителей покупаться самое то так бордюры которые я пропустил по ванне это препятствует воде протекать за ванну это гидроизоляция ванны то есть когда вы пользуетесь душем вода никаким никоим образом не попадает за ванну остекает только в ванну это я уже показывал когда дел видео о гидроизоляции данной ванны так инсталляция инсталляция фирмы трассанит 4 в 1 у него такая вот хромированная блестящая кнопка квадратная два режима слива большой и маленький но я в основном всегда пользуюсь маленьким потому что большой смывает очень достаточно большое количество воды так у данной данного сиденья есть такой вот лифт который обеспечивает плавным спускание крышки то есть вы никогда не стукните их крышкой об ободок унитаза это очень удобно ну для тех кто пользуется конечно в данном месте у нас должен быть гигиенический душ в данный момент он отсутствует но это не говорит о том что его здесь не будет вывода сделано значит он по-любому там должен быть так но это опять смеситель фирмы h2o из той же серии что и смеситель на ванну продавался ванн комплекта вместе смеситель ванна смеситель раковины или душевое душевая стойка на ванне в общем это все шло комплектом тоже слива мерлен раковина размером 60 высота у них у всех стандартная вот такого вот плана движные полочки для хранения всяких мелочей так в общем в этом углу у нас должна находиться стиральная машина это у нас сифон для стиральной машины это у нас кран для стиральной машины здесь вот ниже расположен она расположена резетка для стиральной машины который ну то есть все подключение будет у нас производиться в этом углу все шланги провода будут спрятаны вот в этом углублении углубление где-то 12 сантиметров и здесь она все спрячется аккуратно то есть ничто не будет выходить за пределы ванны так Ну, здесь у меня немножко барахло лежит. Так, в этом месте у нас будут находиться две стеклянные полочки. И здесь вот сверху у нас есть такая вот дополнительная подсветка этому темному уголку. Ну, чтобы вот это все не казалось таким мрачным, вот здесь вот я сделал такую подсветочку. Так что здесь все очень красиво смотрится и будет светло. Эту плитку я укладывал в первый раз, но мне она, сразу скажу, понравилась, потому что плитка хорошая. Ровная и никаких особых таких изъянов я в ней не обнаружил. Так что, если такая плитка вам нравится, она сравнительно недорогая, продается также в Леруа Мерлен, можете обратиться туда и вам подберут и посчитают нужное количество. Либо обратиться ко мне и мы с вами свяжемся и договоримся. Может, возможно, я кому-то из вас, кто смотрит данное видео, тоже сделаю когда-нибудь ремонт. Так, это полотенцесушитель 32 на 60, тоже в Леруа Мерлен. Так, ну, дополнительно к этому смесу сушителю я покупал вот такие вот хромированные гаечки разборные, для того, чтобы соединить данный полотенцесушитель с комбинированной муфтой 32 на дюйм внутренней резьбой с той стороны, ну, чтобы у меня вот эти чашки плотненько прижались к стене. Ну, чтобы полотенцесушитель у меня при необходимости можно было снять, и во время работы я тоже его не устанавливал, чтобы спокойно мог работать, затирать плитку, клеить плитку, ну, и всевозможные работы, которые производились здесь, на данном объекте. Так, вот это у нас, в общем, плитка и люк скрытого монтажа. Тоже с Леруа Мерлен. Размер 40 на 60. Так, открываем, не спеша. Так, его особенность то, что он желтого цвета. Сразу это отличает его от других производителей. Так, здесь у нас счетчики, обратные клапана, фильтра, краны, ну, в общем, все, что нужно для того, чтобы спокойно пользоваться и вести учет потребления холодной и горячей воды. Ничего лишнего, ничего того, что нам бы здесь мешало. Так, здесь вот идет подвод в инсталляцию, вот бачок инсталляции, ну, и там даже просто пустота. Полочку я здесь делать не стал, потому что места очень мало, и просто, ну, полочку очень было проблематично сделать, поэтому решил оставить только так. Так, вот у нас еще тут два крана. Это у нас краны, которые отвечают за то, чтобы перекрывать воду, поступающие в полотенцесушитель. Но во время работы они у меня всегда были закрыты, и после монтажа уже полотенцесушителя я эти краны открыл и пустил воду через полотенчик. Теперь у меня все здесь работает. Вот этот самый душ, который я говорил, в комплекте идет со смесителями для ванны и полоте для раковины. Вот так он выглядит. Здесь, в общем, лейка однорежимная, просто один режим включили, и пользуйтесь. Так, лейка регулируется по высоте и по наклону, то есть вы можете ее поднимать вверх и вниз по росту и по наклону для того, чтобы обеспечить удобное мытье в данной ванной. По периметру идет декор, по всему периметру он повторяется, не прерываясь. Здесь, это очень классно, этот проект я нарисовал сам и утвердил заказчикам. Кстати, я здесь использовал алюминиевые уголки, вот такие вот. Не стал плитку делать с запилом под 45 градусов, потому что плитка не очень себя хорошо повела в этом плане, а вот такой вот алюминиевый уголок достаточно плотный, мощный, поэтому, если что, можно его спокойно использовать. Это не пластмасса, вот он такой плотный, то есть он у вас не сломается, не сколется, и внешний вид данного уголка и в сочетании с этой плиткой смотрится очень даже шикарно. Мне, в общем, понравился этот уголок, и стоит он чуть больше 200 рублей. Я использовал уже не первый раз, поэтому, если что вдруг, кто захочет, то рекомендую. Так, что у нас имеется на потолке? Здесь натяжной потолок, белый грянец. Установил на потолке 5 точечных светильников, и здесь вот вентиляционная решетка. Вот она. Дополнительно стоит вентилятор для принудителя вытяжки, который уходит сразу под потолок, и там наверху у нас канал вентиляционный, потому что вот здесь он продолжался на 15 см, и я его убрал для того, чтобы расширить пространство в ванной комнате. Соседей это никак не повлияло. Для нас это дополнительное пространство здесь дало, чтобы увеличить данную ванную комнату. Так, кстати, еще по плитке. Здесь вот видите 4 ряда серенькой плитки, потом идет посветлее, 2 декора, опять посветлее дверь, и наверху уходит 2 черных ряда. Вот такого вот плана я сделал здесь раскладку. Плитка очень классная, мне понравилось, я это уже говорил. Кстати, чтобы получить такой хороший результат, я выровнял все стены, которые имеются в данном помещении. То есть эту стену, эту стену, и вот эту стену я отштукатурил по уровню. А все остальное, кстати, вот эту стену тоже, потому что это вентиляционная шахта, тоже отштукатурил. Ну, а вот это уже у нас гипсокартоновая коробка, где стоит инсталляция, и здесь у нас гипсокартоновая стена, тоже перегородка между коридором и комнатой. И вот такая вот здесь якобы настоящая дверь из полиэтилена. Кстати, для тех, кому интересно, что значит вот такой вот скос. Здесь у нас стоит канализационная труба, она стояла, проходили трубы вот здесь вот по центру, и чтобы увеличить пространство, я сместил их туда вбок. И поэтому получилось такое вот колено под 45 градусов, и такой вот скос в виде плитки. Ну, это как бы ничем не отразилось на работоспособности данной канализационной системы. И внешний вид тоже не испортился, поэтому вот так вот я вышел из положения. Здесь под кафелем у нас находится теплый пол, то есть во всей вот этой зоне, где мы ходим, стоим, в общем, делаем свои дела, умываемся, моемся, ходим в туалет, везде вот в этом месте у нас теплый пол. Так что по многам не холодно, можно спокойно ходить босиком. Ничего в этом страшного нет. Также у нас эта плитка продолжается в коридор. В коридоре также у нас теплый пол. Вот здесь вот три ряда плитки. Теплый пол в коридоре я сделал для того, чтобы в зимнее время можно было оставить свои ботинки на пороге и спокойно высушить за вечер свои ботинки и не таскать по всей квартире для того, чтобы поставить свои ботинки на батарею, чтобы они там сушились. В общем, вот такой вот переход ровный, так как у нас сделана стяжка во всей квартире и все полы выведены в один уровень. Поэтому вот такой вот переход без всяких там порогов. Все ровно, четко, просто переходим в один уровень и все нормально. Ну что ж, на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok